Московская «Динамо» Воденцова – желанный гость. Встреча с этим соперником проходит при большом скоплении зрителей, журналистов и болельщиков. После неудачной домашней встречи с «Протоном» Заречью необходимо было реабилитироваться. То, что игра будет напряженной и долгой, стало ясно уже в первом сете. Оба клуба держались уверенно. Однако Заречью удалось выйти вперед из серии результативных атак, сохранить лидерство до конца партии. Во втором отрезке встречи «Динамо» вернулась в игру, в том числе и за счет ошибок хозяек площадки. Воденцово столичный клуб приехал с группой поддержки, которая не смолкала ни на минуту. Такая непростая ситуация на площадке. Как вы думаете, кто сегодня все-таки дожмет соперника? Конечно, «Динамо». Какие вопросы тут? Сейчас, вон, что там, два очка. Мы и три, и четыре отыгрываем. И все-таки Заречья выдерживала заданный соперницами игровой темп. В третьем сете команда показала отличную игру, слаженную, четкую, такую, какую от нее всегда ждут преданные болельщики. Ну, конечно, матч напряженный. Мы, болельщики с многолетним опытом и стажем, конечно, очень и очень хотел, чтобы Заречья выиграла. Мы питали надежду, что эту партию мы тоже выиграем. Ну, вы, конечно. На игру своей любимой команды Даниил Громов приходит в полной боевой готовности. Плакаты, флаги, фирменный шарф с символикой Заречья. Кстати, это эксклюзив. Дизайн атрибутики придумал сам Даниил, специалист по рекламе. Его громогласное Заречье вперед порой прорывается сквозь общий гул трибун. За Одинцовскую команду Даниил болеет уже пять лет. «Одинс зомби»? «Одинс зомби». «А почему зомби?» «Ну, собственно, была придумана аббревиатура ОЗ, да, Одинцовская Заречья». Дальше ее как-то нужно было расшифровать в стиле «зомби Один». Ошибки Одина как бы связаны с Одинцовым. «Ну, а зомби почему?» «Ну, в общем, такая традиция. Всякие фанатские группировки называются какими-то вот зловещими образами». «Эксклюбально». «Да, да, да». В напряженные схватки Заречья и Динамо сильнее оказались гости. Игра перешла в тайбрейк. Ошибки Виктории Росу позволили динамовкам сравнять счет. Дожать игру стало делом техники. 3-2 по партиям в пользу столичного клуба. «Всегда интересно играться Одинцовым. У них молодая команда, и они играют без респекта. Динамо Москве или Казань, или которая другая команда, все равно. И если так играют, если у них есть энергия, как сегодня, что было, и без страха, и так специально на подаче и в атаке, очень тяжело, очень тяжело выигрывать». «Мы играем, конечно, на сегодняшний момент местами хорошо, но всего лишь местами. То есть мы допускаем много ошибок, много ошибок, которые нам не позволяют именно выиграть в сетах и в игре. Но, тем не менее, настрой был хороший сегодня. Я доволен командой, которая, в принципе, сегодня играла». Следующий матч Одинцовской Заречи проведет в Казани с местным клубом «Динамо». А очередная домашняя встреча состоится 3 февраля с командой «Енисей» из Красноярска. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.